ребят всем привет привет как и обещали видео про мотоциклы катю нужно купить мотоцикл а вернее байк наверно да назовем это примерно что-то вот похожая до мопед можем назвать его не знаю но точно это не мотоцикл мотоцикл это с механической коробкой передач и он естественно больше я думаю что вот этим они отличаются так вот ребята как и обещали мы пришли на рынок мотоэлектротехники да здесь я бы сказал что это рынок здесь скорее всего как перекупы в общем вот такие вот магазинчики тянутся вдоль вот этого второго уровня дороги вот под вторым уровнем дороги и вот за этим красным грузовиком там еще много вот таких вот магазинов в этом видео будет информация про байки в китае а вернее в гуанчжоу формация кстати будет только исключительно из нашего опыта покажем обзор мототехники и электротехники здесь на рынке цены и так далее и мы с вами приобретем байк кати и заобзорим его и еще с вами посмотрим цены на таубау потому что это очень важно на таубау можно купить все ребят в общем заходим впервые попавшись а ого тесла типа прикольно сразу же у нас встречает велосипеды электро велосипеды это очень прикольно мне кажется батарея вот она если у вас сел аккумулятор то можно помочь педалями докрутить до дому вот такая съемная батарея снимается и домой можно унести подзарядить ключики вот смотрите все дела удобно в принципе ребенка школы забрать или в магазин да можно съесть смотри посадить какого-нибудь вот пассажира сзади я посмотрел вот семья муж жена спокойно ездит еще ребенок впереди стоит так перейдем более серьезной техники как можно написать слово фонда знаешь просто букву о и д местами поменять и все маркетинговый ход такой закос вообще везде закос ну да сейчас кстати вот эти очень распространенные да вот эти вот эти байки они 125 кубов очень популярны среди китайцев очень и них любят они маленькие шустрые прям вот мы примерно катя что-то похожее присматриваем кстати почему мы хотим катя купить мотобайк потому что на одном мотобайке кататься допустим на там столовую или там больницу кафе или еще какие-то локации неудобно мы садимся на один байк вчетвером мы конечно можем сесть но это выглядит маленечко как-то так гонимо что ли и небезопасно потому что там не касок ничего не одеть мы спокойно могли в два байка передвигаться со мной дети катя на одном байке почему именно бензиновые они электро да потому что его заправил и все и ты понимаешь просто вот едешь и все а электро байк его нужно заряжать но как минимум три часа это он может быть и полностью зарядиться так что вот это на одна из причин и допустим тоже мы вот клей не ездим да она живет не сильно далеко от нас так скажем да и мы передвигаемся на байках к ней у катя был до этого электро но не всегда на нем удобно потому что есть страх что он сядет и придется толкать его что собственно с бензином может не случится так сколько не стоит вот эти 3900 до стоит так а вот эти вот это 2 800 почему таки дороже 3 900 такой стоит но не дешево не дешево на пол балла я дешевле видел скорее всего уже за этих обвесов такие пружины всякие и кстати мы еще заморочились мы хотим купить дисковые тормоза чтобы были сзади вот эти дисковые тормоза чтобы они были сзади это очень важно это для безопасности даже просто элементарно даже комфортно тормозить он среди какие электро де стоят симпатяшки кстати электро байки могут отличаться по цене но естественно дизайном и еще у них двигатель стоит того там поминат полностью заднее колесо это двигатель и они отличаются силой двигателя если больше стоит естественно дороже 7 и они если не ошибаюсь 70 ватт до самый большой на 72 до вообще принципе смотрите электробайк достойно выглядит багажничек у нас эти ребята на самом деле два байка уже электро было один вот примерно вот такой вот большой помнишь ностальгия ностальгия есть мы катались всем семейством девчонки еще с были настолько маленькие что мы все влазили вот на такой байк он был электро мы продали потом коте купили маленькие электро вот такой коте купили электро даже поменьше этот такой толстенький широкий и то мы на нем катались вдвоем вот из бензиновых мне здесь понравился вот такой вот серенький или это черный я не знаю черно-матовый да так вот что касаемо мототранспорта в Китае в городе Шэньчжэнь мототранспорт в принципе запрещен полностью мы были в этом городе и передвижение какого-то либо мототранспорта я не видел были электровелосипеды и что-то похожее на электробайки то есть есть такие передвижения они видимо законно и их местные власти никак не отлавливают в общем игнорируют что касаемо гуанчжоу в гуанчжоу ребята мототранспорт в принципе есть он разрешен то есть гуанчжоу разбит по районам в районе по ним такое ощущение что собран весь мототранспорт приезжаешь в панью выходишь с метро и тебе сразу же встречает таксисты на мототранспорте то есть это принципе удобно сел и в среднем за 7 за 8 юаней он тебе с точки а в точку б увез удобно но также среди этих таксистов есть нелегалы то есть с ними полиция борется отлавлив всячески забирает байки это есть что касаемо легальности мототранспорта то есть в нашей семье стал строго вопрос именно легализовать передвижение по гуанчжоу на мототранспорте и собственно мы вам промониторили это дело в номера в гуанчжоу не выдают и собственно вопрос сразу же отпал то есть надо было получить конечно же права китайские потом только уже получить уже номера или сделать регистрацию и уже передвигаться спокойно вот что касаемо все-таки легальности то есть почему все-таки можно передвигаться если ты купил байк если ты купил мотоцикл примерно 7000 юаня он стоит это мотоцикл действительно 250 кубов чтобы все-таки двигаться на нем легально его могут в этом магазине зарегистрировать но регистрация будет ну вот выдача номеров будет они гуанчжоу ских а будут какой-нибудь другой провинции или другого города в общем на другой провинции и в принципе ты можешь двигаться легально если у тебя на руках будет права китайские обязательно с открытой категории мототранспорта мотоциклы если у тебя будет экипировка перчатки боты обязательно и каска и естественно если у тебя будет регистрация регистрационный номер и c о это проверяется выхлопы на экологично если у тебя все это есть то в принципе ты можешь двигаться есть конечно зарулил неправильное место какой-нибудь на мост или что-то то полиция может возмутиться и ну и как бы попросить тебя удалиться в общем байк забирать не будет также в гуанчжоу ведется отлов то есть всяческие блокпосты делают потому что но люди передвигаются нелегально принципе то есть ну не выдают номера что людям двигаться надо как бы и в принципе в районе по ней очень много мототранспорта и они на фоне легальных так скажем мотоциклистов они теряются то есть некоторый двигается с фальшивыми номерами кто-то двигается вообще в принципе без номеров как полиция борется с этим они устраивают блокпосты блокпост ставит погрузчик грузовая машина и полицейские они всячески отлавливают стоят на перекрестке то есть хватает за шкирку скидывает с байка и по и грузит твой байк на погрузчик увозит его на штрафплощадку чтобы забрать у тебя должны быть права регистрационный номер и документы на мототранспорт если у тебя этого всего нету то мототранспорт остается на штрафплощадке то есть принципе если у тебя нету номеров и прав то можно забыть о байке попрощаться с ними и даже не думать о нем еще забирает мототранспорт на парковках допустим торговый центр у нас такая ситуация была у нас один байк забрали возле торгового центра припарковались выходим байка нет подумали сначала своровали охранника потом спросили они горит приехали говорит полиция горит приехала горит погрузили ваш байк и забрали ну собственно пришлось ручкой помахать все смотрим ребята дальше в этом отделе я поинтересовался он может дисковые тормоза поставить дополнительно за 150 юаней он сам установит вот и принципе это неплохо вот то что нам нужно да ну по цвету маленько можно определиться вот такой матовый допустим взять да и я спросил он сказал тоже на него устанавливает дисковые тормоза и получается где-то 2 500 до 3 500 вопрос сколько стоит вот такие вот мотоциклы цега у тебя на у 7 по 5 800 такой стоит 3 200 такой будет стоять вот такие на таких вот гоняют таксисты здесь они помягче это сидушку делают 3 300 стоит 150 кубов вот такие вот прям точно вот таксисты гоняют вот такой взять их и таксовать как как-то не до прочем горит 125 написано это говорит фигня они об типов обгрыжены короче нас на 150 приходится верить может быть там где-то есть маркировка на двигателе на смотреть саде наверно могут спросить почему мы так вот такие мотоциклы не рассматриваем но потому что они же лучше и это уже мотоцикл же уже получается полноценный кстати тоже об этом думал но мне кажется ты вообще прям сразу же короче я не знаю как она это ребята ответит но иностранцы находясь здесь в китае в гуанчжоу не ездят на таких транспортах ездят только вот там допустим местное население вот такие вот допустим так сказать но доставщики да и таксисты ездят они тяжелые такой электробайк будет 3 900 ну прям дороговато вот мне понравились вот эти велосипеды какое-то чудо природы вот я таких на таких видел как передвигались здесь смотрите электро двигатель стоит батарея просто приходится догадываться где батарея станции 3 600 такой стоит так что он короче складывается по-любому складывается удобно и можно в общем тащить его куда-нибудь метро или еще куда-нибудь стоит вообще как мотоцикл 150 кубов это электро кстати да вот он очень красивый какой-то сбалансированный и симпатичный цикадо 4600 стоит вот так вот то что поприлично сразу же денег хотелось бы отметить то что электробайки стоят наравне с бензиновый даже даже дороже может быть каждому под свой стиль вождения просто если будете находиться здесь просто можете попробовать купить электробайк покататься на электробайке и уже понять хватает вам его или не хватает потому что можно купить электросамокат и вам его будет очень предостаточно нам под наши интересы нужно два бензиновых байка допустим до лены ездить да она достаточно далековато и живет и это вот идеальный вариант и еще глава дела мало того чтобы нужно доехать до ее гардена и еще нужно по гардену еще двигаться чуть ли не столько же сколько то гардена кстати вот тут такие есть телеги я еще категорил категор давай купим вот такую телегу говорю и не надо покупать два байка будем передвигаться вот на такой штуковине все семейством но это конечно юмор это кстати электро тоже электро аккумулятор аккумулятору здесь вот идет сидушки они очень популярны среди транспортных доставок они посылки доставляют так далее сколько он стоит я цыгодушно тен а цыгодушно тебе с антен по антен по 3 800 такая телега будет стоить цыгана это с антену такая 3 500 ты бук и пойдем жили и трогать все семь обязательно спрашиваем можно ли поснимать здесь вот это какая-то новинка дакать сады сколько стоит цыгодушно до и санте и сен-джо 1900 такой 1680 предлагает вот такой вот велосипед купить говорит складывается здесь здесь разбирается здесь разбирается дешево вот так поднял его одной рукой горит легкий нога на это на чате тут сзади двигатель стоит зайти дисковые тормоза стоят может возьмем тебе однако будешь таскать если что под плитку он не легкий под мышкой до тяжелый ну знаешь это когда живешь много многоэтажном доме удобно домой занес в принципе в метро можно сложить его и по метро вот такой цвет катя выбрала байка попросили его установить задний тормоз багажник ну все ребята оплачиваем товар оплата прошла продавец получил свои денежки и теперь ждем товар ура сегодня мой мотоцикл привезли сейчас идем его встречать будем распаковочку делать и кстати сколько мы ждали мы достаточно долго уже почти неделю ждали шесть дней у тебя будет собственный мотоцикл ты рада конечно рада все принимай местное население нас уже поздравляет ое горит вырегут говорит сразу видно что видимо здесь мотоцикл вот он мой красавчик серенький матовый как я хотела надеюсь не поцарапали мне новенький красивенький так это что тут такое багажник такой огромный класс красивый пожалуйста подарочки замочек ковер прикрутим заведем прокатимся и сделаем уже более подробный обзор данного мотоцикла сейчас будем просто все прикручивать я думаю что тут не интересно будет на все это дело смотреть надо аккумулятор поставить завести багажник в общем сейчас все покажем мы уже смотрите прикрутили багажник катя содрала всю пленку с фар надо хоть и принести бензина к не налей мне в багажник эти умоляю я там буду всякие вкусняшки возить заводим ух ты какой прям работает 0 0 0 1 так ребят в общем мы поменяли место дислокации мы где его собирали отъехали от этого места более удобное более комфортабельное 10 не чик и я думаю наверное приступим к обзору да как давай начинай но это ты делай обзор я просто вижу что он красивенький серенький новенький и все да мне все нравится окей ладно я постараюсь рассказать первые какие-то ощущения на нем уже проехался катя еще не ездила спереди посмотрите какое нас встречает крыло замечательная серенькая она кстати очень красиво смотрится прям в тему здесь дисковые тормоза стоят это очень хорошо они кстати практически у всех стоят комплекте у нас коврик аккумулятор здесь я его прикрутил уже здесь у нас замок если наклонить руль влево то он заблокирует его то есть он шевелится не будет можно также закрыть замочную скважину и открыть можно будет вот таким образом здесь на ключе есть такая штучка зеркала бокового вида их пришлось прикрутить катя сама лично прикручивала здесь имеем бардачок открывается этим же ключом что и и заводим так вот так раз не очень я сказал бы удобно но он есть и пускай будет вот лишь закрывать неудобно ну ладно ничего здесь кстати это снимается здесь заглушка здесь рулевая колонка здесь можно поставить нет ни рулевая колонка в общем здесь рама на раму можно прикрутить зонтик там еще что-то и кстати нету крючка заметила надо будет посмотреть может быть какое-то место багажника можно прикрутить крючок заказали мы сто двадцать пять кубов я думаю что катя хватит вполне ну как первое ощущение работает все четко отлажено да ой мне нравится здорово ну что нравится да как тебе цвет красиво серенький да багажник смотри какой серенький нравится ну что Поль нравится что понравилось мне все понравилось все прям понравилось а мне нравится то что он новый и цвет мне нравится серенький прикольно смотрится особенно с багажником прикольно смотрится да ну что поехали кушать ну что ребята на этом видео заканчивается я надеюсь что оно вам понравилось ставьте как обычно лайки подпишитесь если это еще не сделали и всем пока пока подпишитесь обязательно мы будем еще выкладывать полезные и интересные видео и ставьте лайки пока 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 пока